Двенадцатый игрок На предшествовавшей этому торжественной церемонии генеральный директор футбольного клуба Днепр Андрей Стеценко поблагодарил всех работников магазина за их труд и выразил надежду, что новое лицо двенадцатого игрока придется по вкусу тем, ради кого и работает фан-шоп – болельщикам нашего Днепра. Ну что, хочу поздравить наших поклонников, нашего клуба, любителей футбола с возобновлением работы нашего клубного магазина. Несмотря на то, что реконструкция его происходила в течение достаточно длительного промежутка времени, мы в связи с этим испытывали определенные трудности, потому что очень много было в клуб звонков относительно того, почему эта торговая точка временно прекратила свою работу. Ну, я думаю, что та работа, которая проведена работниками этого предприятия вместе с дизайнерами, она оставит положительные эмоции у наших поклонников, потому что я вот, когда зашел сюда, вообще не узнал даже, что настолько много всяких изменений произошло, как в ассортименте товара, так и в дизайне самого помещения. Поэтому я хочу пожелать нашим любителям футбола, чтобы они почаще сюда приходили. Я думаю, что тот коллектив, который здесь трудится, справится со всеми, скажем так, задачами, и каждый любитель футбола, каждый поклонник Днепра останется доволенным при посещении нашего магазина. Добро пожаловать! Прекрасный магазин, прекрасный доброжелательный персонал. Хочу пожелать вам побольше покупателей, процветания и удачи. И я сегодня так же сюда без покупки не выйду. Добро пожаловать! Мы постарались отойти от стереотипов магазинов, которые у того же «Зенита», мы просматривали магазины «Ливерпуля», «Манчестера». И постарались уйти от этого стереотипа, что получилось, предоставлено на ваш обзор. Мы постарались воплотить все в этом небольшом помещении, и историю Днепра, и современную Днепра. Отметим и еще одно важнейшее новшество в фаншопе – увеличение рабочего дня. Отныне 12-й игрок работает с 10 до 19 часов без перерыва и выходных. И добавим, что заказать понравившуюся вам вещь вы также можете в интернет-магазине. Я считаю, что у такого клуба должен быть такой магазин такого уровня. На самом деле зашел сюда, все очень красиво, в разные отделения, то есть для взрослых, для детей очень красиво. Ну и в целом, я считаю, что когда не работал магазин, то есть жена у меня приезжала и говорит, почему он закрыт. Она обычно каждый раз, когда едет на футбол, она заезжает сюда с ребенком, и каждый раз она в новой атрибутике, в новой какой-то футболке, безрукавке, различные шарфы и все такое. Поэтому сейчас происходит открытие, и, наверное, на сегодня перед футболом мы сюда заедем и что-нибудь купим, то есть с новой коллекцией. А что лично у вас в семье наибольшим спросом пользуется? Ну, в основном это для ребенка, да, различные там шарфы, то есть какие-то кепки, шляпы, безрукавки. И, ну, понятно, что в первую очередь мы купили пледы для того, чтобы не замерзать, но сейчас будем докупать какие-то разные футболки разных цветов. Спасибо. 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 Спасибо.